Добрый день. Продолжение следует... С международными, я бы сказал бы, и в соответствии с белорусским законом о выборах, это все проходит правильно. Нету нарушений никаких. Надеемся, что выборы пройдут на высоком уровне. Сегодня в средней школе номер 27 города Гомеля, яка носит гоноровый статус «Школа миру», отбылась международная миротворшая встреча. Удел ее и приняли представники российских городов – Бранска, Смоленская и Злынки. Проведение мероприемства пошлося с подписанием погоднения об сопротивлении по межгомельской школе номер 27 и средней школе номер 27 имя Эдуарда Хиля города Смоленска. Реализация программы школьного обмена, продуглеживая ожидаюление суместной науково-доследствия деяности, проведение миротворших акций и фестиваля. Один из головных пунктов погоднения – оказание содействия в распроцессе и реализации подобных мероприемств у программы. Усеяны будут знакированы на яднание молоде обеде Украин, умоцывание миру и братерство помеч нашими державами. Наша школа, одна из смоленских школ, которая на протяжении 15 лет уже дружит со многими школами городов-героев. С Минской школой, с Брестом дружим. Ежегодно практически принимаем участие в слетах городов-героев. А здесь новое движение, новое направление в работе, миротворческое. Чем дети больше будут дружить, чем больше будут развиваться связи, тем они будут, в общем-то, ближе. И мы будем дружить, будем жить в мире. И поэтому это, в общем-то, важно для детей и для нас, взрослых. Я считаю, школа – это основа именно воспитания всего. Как школа воспитает, как дать направление, будет зависеть развитие будущего всех народов и стран. С Россией мы же были единой великой страной. Поэтому сегодня мы должны делать все, чтобы это единство у нас укреплялось, расширялось, и мы опять стали единой, дружной семьей. До новинок культурного життя. В Гомеле стартовала акция «Объедновывайше людей мастатством». Одным из пунктов программы стало открытие выставы «Фарбы моей земли». В первых наведывальников экспозиции были и наши корреспонденты. Больше 20 работ стали выникам пленеров, которые проходят уж не у них этого года на Мазырской земле. На полотнах знайшли адлюстрование пейзажа Припяти, заказник Мазырские, Яры и славутости везки Юровича, ведомые как место старожитной стоянки першобытного человека. Инициятором проекта выступил гомельский державный мастатский колледж. Мы поддерживали этот проект финансово, потому что некоторые затраты мы взяли на себя, финансировали этот проект. Я думаю, что все получилось просто замечательно. И большое количество людей, гомельчан и гостей нашего города, могут, не побывав, допустим, в Мазыре, ну так получилось, что не могут они съездить, допустим, в Мазыр, но тем не менее посмотреть, какой же красивый наш болезнский край. Пленыр проходил на протягу тыдня. За этот час был проведен шарик мастер-классов, мини-выстав и дискуссии об тенденциях сучасного живопису. Их удельниками стали 13 аутров с Гомеля и Минска, с родных выкладчики колледжа и члены Союза Мостоку. Компанию белорусский маэстро Амсклау и один аутер с Китая, Шаосян. Его спросили, как ваше впечатление о Белоруссии? Он сказал, замечательная страна, очень люблю Белоруссию. Он здесь учился, заканчивал нашу академию Минскую. Но еще он замечательную фразу такую сказал, что художники – это не граждане какой-то определенной страны, это дети земли, и это правда. Дарыча назва акции, объедомывающей людей мастатством, как нелька, лепше раскрываем эту поширение межрегиональных совезей, обмен в опыту, мухоли непрофессийного выявленного мастатства и его популяризация. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня Гомельский областный драматичный театр. Премьерным спектаклем открывается 77 сезон. Комедия «Мой женку зовут Марыс» поспехово ишла в театрах 35 экран свету. Першими в Белоруссии ею бачить гомельские глядаши. Постановка сберы на одной сцене ведущих актеров драмтеатра «И молодь». Подчас генерального прогону актеры и режиссер допрацовывают опошние детали. Капу день премьеры все было бездакорно. Костюмы, декорации, светло, музыка. Комедию с ужасного французского драматурга Рафи Шарта поставил московский режиссер Вадим Пинский. И он пропанул гомельским театралам свое прочитание пьесы. Глядашоу шакают пера про нанне, выкрыти, множество веселых ситуаций и соправдный французский гумор. Я ее ставлю как комедию о добром человеке. То есть, когда подобрать душевные люди и стремление помочь, и из-за своей безотказности попадают совершенно в нелепые, глупые ситуации, и никак не могут из них выбраться. Чем дальше, тем нелепее, тем глупее. Но на самом деле это все равно комедия об очень добрых людях. Нашные заморозки прогнозуются на этом тыдне у особных районов Гомельской области. Будя без опадков, а на дворе усталюется типова Восинская. По информации областного гидрометая центра, в ближайшие сутки шакается пираменная воблашность. У нашей ранницы местами слабый туман. Ветер полношный 3-8 метров за секунду. Температура поветра у нашей складе от 3 до 8 градусов. Местами на глебе максимумы заморозки. До нуля минус 2. У день будет от 10 до 15 градусов тепла. Подобный характер на дворе заховается на протягу у всех будных дён. Однако ближе и до выходных слупок термометра будет подниматься на 1-2 деления вверх. И в неделю доберется до знаки у 20 градусов тепла. И об спорте. После омаль трехтыдневого перепынку отновился 27-й чемпионат Беларуси по мини-футболе сирот команд Высшей Лиги. Календар распорядился так, что команды Гомельской области за межрегионы выезжать не стали. А болельщикам подарили одразу два дерби. Светлогорский ЦКК примал Гомельскую БЧ. Чигуношники Чакана оказались мощнее 4-1. А у самим Гомелье дерби носило характер районного. ВРЗ у якости умовного гостя примал агрокомбинат Паудневый. Паудневцы на этот раз были улетя слабленным складе. Этот матч своей команды пропускал Вячеслав Кожамяка, выдаленный у другим туры за полторное попереджение матча. За своих минулых заслуг находился на лавце и главный тренер гостей Дмитрий Алексеевич. Так что легкого життя на дерби никто не ждал. Мы наблюдали и играли с ними на турнире предсезонном. Команда хорошая, укрепилась хорошо. А дерби, тем более, всегда получаются такие боевые игры, как сегодня, в принципе. ВРЗ за справу взялся мгненно. Мяч у вороты Паудневого стал забивать с первых секунд. До середины тайма первого уже была маль катастрофичная – 3-0. Теоретично никто не перешкоджал Паудневцам здействовать позвих, а лиз реализации оказалось и складано. Упевненности не надалой помолковое решение тренерского штаба на вывод 5-го полевого гульца. Четвертый матч закатился у пустые вороты. За 17 секунд до конца тайма Паудневцам удалось упершиню забить. Але радость от локального поспеха была недолгой – секунд пять. Пакуль Паудневы не отримал шостый фолл. С 10-метровым от ВРЗ галкипер Паудневцев не справился. Во-первых, воротарь, может быть, что-то и не вытащил, но обвинять его тоже нельзя. Это, в принципе, его бывший клуб. Я думаю, он тоже был довольно-таки мотивирован. Но, я говорю, ошибки просто были свои собственные. Мячи залетали такие абсолютно ненужные. Воротарь, я считаю, стоял неплохо, но мог лучше. Перепынок пошел гостям на корысть. На пляцу, кой они вернулись и иншими людьми. Да и ВРЗ отчувально ослабил натиск. Паудневцам середине опошнига тайма навод забили свой другий мяч. Вось только на позвих их так и не хапила. Пять-два. Вольга Вальченко, Игорь Марышенко, Телерадио Компания «Гомель». Новины регионы, информацию о проектах Телерадио Компания «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.